Послушав все то, о чем мы сейчас говорим, я решила, что нельзя было говорить, потому что о развитии чего-то можно говорить только тогда, когда есть какие-то предпосылки в обществе и общественные, в общем, гражданские законодательные, которые бы способствовали этому. О чем мы, по сути, сегодня? Мы говорим о том, что части населения земли не совсем удобно, что их права и их свободы кто-то пытается в чем-то отранишить. Вот и все. Я не говорю сейчас о себе как гражданину Казахстана. Я не знаю, все выступающие, все, кто стоял вот здесь, они чувствуют себя гражданами Казахстана? Извините, такие законы для меня это оказатель признак отсталости. Кто принимает эти законы? Кто их сегодня обсуждает? Сидят парламентарии, которые, я уверена, ну, максимум, что они могут делать и договорить своему секретарю, чтобы он открыл ему и мыло. О чем надо дальше говорить? Или там, ну, кто делает там, зовут я себе? Опять-таки, о повелении. Ну и что? Кто-то там реально является частью интернет-сообщества. Ничего подобного. Кто-то там из парламентариев наших, которые сегодня активно обсуждают, что там хорошего и что плохого, мы можем, мы, пользователи, мы можем почерпнуть из интернета, из всей этой сети, из всего этого глобального интерактива. Я думаю, что совершенно нет. Максимум, что мы можем, ну, более или менее представлять тотально, да, на всего обществе, это действительно, да, являются ли курносайты злоб или каким-то там положительным моментом для общества. Так вот, я так не хочу говорить даже сейчас о том, что какие-то сайты наши закрывают по политическим мотивам. Извините, много чести и многим сайтов, и многим политическим мотивам. Давайте говорить тогда, про что мы понятно, давайте говорить о полных сайтах. Вот, наверное, каждый из вас хотя бы раз так кликал куда-то, и там всегда влазит такая табличка. Вам есть 18 лет? Так вот, я так думаю, для того, чтобы обсуждать такие вещи, для того, чтобы пытаться что-то там регулировать, или даже пытаться говорить о своей позиции в этом плане, нужно каждому из вас попробовать. А вообще, мы в совершеннолетнем этом плане, мы вообще дошли уже до того, чтобы принимать какие-то такие решения. Я вообще предполагаю, этот закон догнёмся, тотально, повсеместно, вообще не обращать на него внимания. Потому что, во-первых, это не закон, а во-вторых, ну, это закон непонятно ни для кого, ни для чего. Вот я, например, не считаю, что этот закон факт ограничить мои права. Этот закон может сделать из меня диссиденту, понимаете? Мне может просто захотеть уехать отсюда. Это то, что происходило с нормальными, умными, мыслящими и внутренно-свободными людьми в Советском Союзе. Когда они просто видели всю волну, вот эту всю серость. И вот это вот, я не знаю, забыдленное общество. И не хотели быть причастливыми людьми. И они просто уезжали. Их свободу. Секунду, всё, я уже отдачу. Их свободу никто не ограничивал. И они не чувствовали, что их свободу всегда ограничивать. Понимаете? Они просто делали свой выбор. Вот здесь, в нашей стране, не будет здесь куча казахских сайтов. А если их будет, то это будут скучные, серые, я не знаю, схематично нарисованные сайты, на уровне смайликов. Тех, которые будут разрешены. Потому что некоторые из них к тому времени, лет через 30, не факт это, что они тоже не будут подвергаться цензу. Понимаете, в чём всё дело? Не нужно всё это упрощать. Здесь я считаю, этот вопрос нельзя решить просто так. Его даже нельзя решить просто так, как гражданская какая-то позиция.